Здравствуйте! На Ахтубинском канале новости. В студии Татьяна Фомина. Главные темы выпуска. Я бы в медики пошел, пусть меня научат. Ахтубинские школьники в рамках профориентации побывали на экскурсии в районной больнице. В памяти героя. В кадетской школе-интернате прошли соревнования по кроссфиту. Их посвятили памяти почетного кадета, героя России Сергея Солнечникова. Волшебный мир детской фантазии. В Доме культуры Речников состоялся традиционный ежегодный фитнес-шоу-фестиваль. Солнце на лето, зима на мороз. В северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря. Нас ждут самый короткий день и самая длинная ночь в году. И на час вперед. Стрелки часов в Астраханской области переведут в следующем году, в конце марта. В этом году Пенсионный фонд России отмечает свой юбилей 25-летия. Фонд был образован 22 декабря 1990 года постановлением Верховного совета РСФСР. И за четверть века стал крупнейшей федеральной системой оказания социальных услуг в нашей стране. Это результат ежедневной работы десятков тысяч специалистов, в том числе Ахтубинских. Сегодня в администрации района прошло торжественное мероприятие. Сотрудники Пенсионного фонда принимали многочисленные поздравления. Ольга Лемайкина с подробностями. Для этих людей пенсия – это не долгожданный отдых, а работа. Отметить свой профессиональный праздник сегодня собрались сотрудники местного управления всех отделов. Это и специалисты клиентской службы, отдела социальных выплат, работники финансово-экономической и административно-хозяйственной группы другие. Работаю относительно недавно. Я новый человек в этом коллективе. Я, скажем так, меньше месяца даже работаю. Поэтому мне приятно ощущать себя членом нашей команды. Вы знаете, вот экскурс в историю. Сейчас все говорят про 25 лет Пенсионному фонду. Но я сказала бы, что Пенсионного фонда гораздо больше. Потому что до нас дошли даже исторические моменты определенные, когда еще в древние времена воеводы о своих подопечных заботились не только по вооружению и по провианту, но и в том числе и заботились об их старости. То есть материально. То есть это когда еще было. То есть в принципе можно сказать, что все-таки, наверное, Пенсионного фонда гораздо больше. Сейчас в составе Ахтубинского пенсионного управления 68 человек. Коллектив сплоченный и дружный, в основном женский. Во главе которого скромный и ответственный начальник Татьяна Королькова. У истоков отделения Пенсионного фонда по Астраханской области эта женщина стоит с 1991 года. Подводя сегодня итоги работы, можно сказать, что коллектив управления с уверенностью смотрит в будущее. Что нам по силам выполнения всех задач, которые ставят перед нами по дальнейшему реформированию пенсионной системы России. Начальник управления Пенсионного фонда также отметила, деятельность отдела достаточно многогранна. Специалисты ежедневно находятся в общении с людьми. Быть тактичными, внимательными, отзывчивыми. Качества, которыми, по словам руководителя, ее сотрудники обладают в полной мере. Наша работа напрямую связана с прямым общением с пенсионерами. Причем пенсионеры уже довольно преклонного возраста, обладающие большим букетом заболеваний, какими-то житейскими проблемами и так далее. Естественно, первое качество, которое требуется работнику Пенсионного фонда, отдела назначения, клиентской службы, это, безусловно, чуткость, понимание, умение поговорить, быть своего рода психологом, найти каждому человеку индивидуальный подход. Первым слова благодарности своим сотрудникам выразила начальник Пенсионного фонда, которую, в свою очередь, поспешил поздравить глава района. Я благодарю, прежде всего, Таракова Татьяна Николаевна, которая руководит Миссионным коллективом. Хорошей работы. Всех я хочу поблагодарить вас, потому что еще раз могу сказать, что, крайне, индикатором, как работа структуры, это жалоб на вас за все время помнить, где я буду. Пусть работа будет в радость. Такими пожеланиями от лица городской администрации на сцене выступила Галина Вишняк. Искренне желаем вам счастья, море позитива, хорошего настроения, сил и терпения. Ведь от вашего настроения очень многое зависит. Желающих поздравить с юбилеем было немало. К теплым словам присоединились директор Ахтубинского районного архива Ольга Рыбина, председатель Совета ветеранов Ахтубинского района Виктор Яковлев. С торжественной речью также выступил начальник Ахтубинского почтампа Светлана Кравченко и не только. Я присоединяюсь ко всем дисказанным словам. Вы очень популярные женщины и мужчины Ахтубинского района, потому что пенсионеров становится больше, вас немножко меньше становится. Поэтому, чтобы эта популярность всегда была у вас только с хорошей стороны, чтобы вы чаще слышали слова благодарности, любви, уважения. Ну а вашему командиру, вашему, как говорится, королеве вашей, тоже долгих лет процветания, под знаменем, под ее, под ее энергией и так далее. Поэтому всех благ, здоровья, с наступающим Новым годом. И что бы вам здесь ни говорили, будущее, оно чертовски прекрасно будет. За добросовестный труд в системе пенсионного обеспечения, высокое профессиональное мастерство и творческий подход к решению поставленных задач сотрудникам вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Поздравить юбиляров с профессиональным праздником на сцену вышли и маленькие артисты. В подарок сотрудникам местного управления они приготовили музыкальные номера. 27 марта следующего года в Астраханской области стрелки часов переведут на час вперед. В первом чтении соответствующий закон приняла Государственная дума Российской Федерации. Документ предлагает исключить регион из второй часовой зоны, это московское время, и отнести его к третьей часовой зоне, в московское время плюс один час. Стрелки часов в Астраханской области будут переведены в последние воскресенья марта в два часа ночи. Такое предложение в парламент направили астраханские депутаты некоторое время назад. Аналогичные законопроекты подали магаданские и алтайские депутаты, но они еще не были рассмотрены, сообщает портал астрахань.фм.ру. А вот чему радуются ахтубинцы, так это открытие филиала Астраханского медицинского колледжа. Мы уже рассказывали о том, что совсем скоро учреждение распахнет свои двери на базе Ахтубинской районной больницы. Студенты будут изучать сестринское дело, а также дело лечебное, и получать специальности медицинской сестры либо фельдшера. Узнать об этом подробнее смогли учащиеся профильных классов школы номер один. На днях они побывали в одном из отделений больницы. Ознакомительную экскурсию для будущих абитурентов провел заместитель главного врача Александр Шаповалов. Как известно, кадровая проблема с медиками в районных центрах стоит достаточно остро. Ахтубинская районная больница решила ударить в самое ее сердце и начать вербовку врачей и медработников еще до того, как те начнут получать соответствующее образование. По инициативе главврача Елены Шияновой в подведомственное ей учреждение были приглашены старшеклассники из школы номер один. Более 30 учеников прибыли в неврологическое отделение, где их встретил заместитель главврача Александр Шаповалов и провел ознакомительную экскурсию. Он показал ребятам первичное сосудистое отделение, которое создано для оказания помощи больным с инсультом и инфарктом, палату интенсивной терапии, кабинеты компьютерной томографии, массажа и рефлексотерапии. Врач-реаниматолог Наталья Ивлева и заведующая рентгенологическим отделением Ирина Дроздова подробно рассказали экскурсантам предназначение каждого кабинета и современной аппаратуры. Ознакомили ребят также с кабинетами ультразвуковой диагностики. В этом же отделении ребятам продемонстрировали кабинет, где на настоящее время проходят занятия студентов медицинского колледжа и собраны специальные манекены-фантомы для отработки практических навыков. Я видел, как горели глаза, я видел, как они улыбались, я видел, как это всем нравилось. По большому счету, вот после сегодняшней экскурсии, я надеюсь, что очень много ребят из тех, которые сегодня прошли по нашим кабинетам, заинтересует профессия врача, медсестры, и они придут работать в нашу больницу. Учащиеся посетили Центр здоровья, в котором используется новейшая очень чувствительная аппаратура, с помощью которой в кратчайшие сроки можно провести диагностику состояния здоровья пациентов. В заведующий Центром Виктор Рогожин провел со школьниками беседу по профилактике здорового образа жизни. Ребятам экскурсия понравилась, впечатлили новые методы диагностики и лечения. Возможно, через несколько лет больница пополнится новыми кадрами из числа сегодняшних школьников. Мы сейчас только что вышли из кабинета, в котором ставят пиявок и в котором делают иглотерапию. Вот это я серьезно очень удивлен. Я не знал, да, разумеется. Показали нам пиявок, рассказали, откуда их берут в нашей больнице. А главврач обратил особое внимание на то, что те пиявки, которые водятся у нас в реке, для медицинских целей непригодны. Мне очень понравилось и рассказы многих врачей, и экскурсии, которые еще не закончились. В этот день ребята открыли для себя много нового. Но главное усвоили, что доктор должен быть терпеливым, понимающим, милосердным. Ежедневная работа врача очень тяжелая. Каждый день приходится принимать решения, от которых зависит чья-то судьба. Поэтому крайне важно стать настоящим профессионалом. Имя Сергея Солнечникова хорошо известно Ахтубинцем. Он проходил учебу в кадетской школе-интернате имени Сухова. В 31 год офицер, майор связи, стал героем России. Увы, посмертно, поскольку ценой своей жизни спас подчиненных ему солдат при взрыве боевой гранаты. Сергей Солнечников зачислен в почетные кадеты Ахтубинской школы. В память о нем проходят школьные собрания, а также спортивные соревнования. Так недавно кадеты выясняли, кто из них самый сильный в кроссфите. То есть комбинированной программе, включающей в себя бег, лазание по канату, работу с гирями или штангой. Рассказывает Сергей Луцов. Герои не уходят и не умирают. Они совершают подвиг и остаются на вечном нашей памяти и в наших сердцах. Командир батальона связи Сергей Александрович Солнечников погиб 28 марта 2012 года. В ходе учебных занятий на полигоне, спасая солдат, он накрыл своим телом гранату. Герой Российской Федерации Сергей Солнечников и сегодня в строю зачислен почетным кадетом 1-го взвода 2-й роты Ахтубинской кадетской школы-интернат имени Павла Осиповича Сухого. В памяти воспитанника школы, в памяти героя, спасшего жизни подчиненных, были посвящены соревнования по спортивной эстафете, кроссфиту в школе-интернат. Спортивный задор и желание победить помогали каждый из трех команд. Упор лежа, приседания, прыжки, подъем тулыча победит сильнейший. Ежегодно мы проводим вот такие соревнования, посвященные памяти. Дети знают, что у Сергея были присущи такие качества, как целеустремленность, выносливость, дух командный. И эти качества формируются при участии в этих соревнованиях. Накануне такие соревнования прошли у первого курса. Ребята показали высокие результаты, но второй курс сильнее и лучше. О ребятах с гордостью говорит учитель физкультуры Людмила Комарова. Это соревнования, в общем-то, новое направление совершенно, это кроссфит. Эти соревнования вообще в районе, в нашем, проводятся впервые. Было показательное выступление на День физкультурника взрослых мужчин, а среди школьников это впервые. Значит, здесь, естественно, это общая физическая подготовка. Понятно, что ребята, ну, на мой взгляд, сильны, молодцы, здорово все было. Нагрузка была очень высокая. Ребята выдержали. И, ну, это второй курс вы видели. Конечно, это будущее армии, за армией мы спокойны. В таких соревнованиях проявляется сила, воля, дух, сплоченность. Но какая-то команда имеет лучший результат. Итоги кроссфита подвели на месте. Большинство и сказания в рамках Дня здоровья, посвященных партнерам, другу сега, нашей школы, Герои Российской Федерации, майор Солнышко Васильевне, успешно завершено. Вы показали все свои здоровые качества, сплоченность в коллективе, натренированную силу друга, но и физическую силу. Третье место заняла 14-я группа и награждена грамотой и вкусными пирогами. Второе место – 11-я группа. Ну и почетное первое место с результатом 13-28. Этот результат намного, мне говорят, даже превышает результаты, с лучшим показанием первокурсников, заняла 16-я группа. Команды-участницы получили за полугодие по физкультуре оценку 5. Сплоченность, командный дух кадетов отметил директор школы. Сегодня вы показали не только свою физическую подготовку, тренированную, но и сплоченность. Треть качества, которые присущи в коллективе в дальнейшем и в службе вооруженных силах, но и в дальнейшем жизни. Сплоченность, взаимопомощь, поддержка товарищей. Спасибо вам за вашу успеху. Дальнейшего успеха. Легкий морозец и снег встретили нас при выходе из клуба. И так было бы удивительно увидеть ребят на перекладине в летней спортивной форме. Чем вам помогает физкультура и спорт в жизни? В жизни полностью это помогает. В каждую минуту практически, потому что спорт – это наше здоровье. Всего прекрасно чувствуем. С утра пробежались, на турничок сходили. Отличные ощущения. А что в майке занимаешься? Целый день хорошее настроение. В майке занимаемся, закаляемся. Мы – Ахтубинские ребята из летной школы. Нам не страшен ни снег, ни холод. Молодцы, ребята. Достойные и прекрасные растут ребята. В добрый путь. В продолжении спортивной темы следующий сюжет. Фитнес-аэробика – это выполнение оздоровительных упражнений под ритмичную музыку. Популярно повсеместно, в том числе и в Ахтубинском районе. В середине декабря в Доме культуры Речников уже в десятый раз подряд прошел фитнес-шоу-фестиваль оздоровительной аэробики. Он получил название «Мир детской фантазии». Эта тема нашла отражение в каждом номере программы. Ими любовалась Татьяна Заяц. В воскресным днем на сцене Дома культуры Речников 16 фитнес-команд Ахтубинского района представляли свои композиции. Фитнес-аэробика сама по себе весьма зрелищный вид спорта. К тому же тема мероприятия «Мир детской фантазии» давала неограниченный простор для творчества. Самое главное требование, которое мы выставляем на фитнес-шоу-фестивалях – это творческое начало команды. Команда должна продумать сюжет, поставить определенные движения под этот сюжет, приготовить костюмы. Это очень интересно, увлекательно и не требует огромной физической подготовленности. Самые различные персонажи выходили на сцену. Алиса из «Страны чудес», стильная Мэри Поппинс, спортивные черепашки-ниндзя, роботы-трансформеры, лихие ковбои, забавная Пеппи-длинный чулок. Кстати, этой веселой девочке было посвящено сразу два номера. В исполнении команды «Киндершанс» Ахтубинского центра детского творчества и коллектива «Форсаж» Центра детского творчества «Вита» поселка Верхний Баскунчак. Очень интересный творческий подход с театральным настроением, с антуражем. Поэтому очень интересная тематика. В фитнес-соревнованиях они не принимают еще участие, пока что, я надеюсь. Но то, что они сейчас на шоу-фестивале показывают, это достойно восхищения. Участники нынешнего фестиваля в полной мере продемонстрировали зрелищность и разнообразие стилей фитнес-аэробики. Зажигательные гавайские мотивы, модный хип-хоп, изысканная танго и старый добрый рок-н-ролл. Более ста участников фестиваля были поделены на четыре возрастные группы. Дети до 10 лет, юноши и девушки 11-13 лет, юниоры и юниорки 14-16 лет, а также взрослые старше 17-ти. К сожалению, в этой группе выступала всего одна команда, зато какая. Первая леди под руководством Елены Датской. Девушки представили композицию «Млечный путь». Как видите, и артистизм, и техничность на высоте. Недостатка зрителей на мероприятии не наблюдалось. Скорее, был недостаток свободных мест в зале. Выступления сопровождались бурными аплодисментами и восторженными криками. Пожалуй, самыми громкими были фанаты команды юниоров «Фри-Джи». Жюри оценивало выступления команд по различным критериям. Техничность, хореография, стиль, артистичность в каждой возрастной группе. По традиции, победителей на данном фестивале не выбирали. Все его участники получили грамоты, призы и сверкающие кубки, соответственно, индивидуальным номинациям. Десятый год подряд фитнес-шоу «Фестиваль» становится настоящим праздником для зрителей и участников. Праздником ярким, зрелищным, полным энергии и позитива. С 21 по 22 декабря в 7 часов 49 минут по московскому времени будет зимнее солнцестояние. Самый короткий день и самая длинная ночь в году. Солнце поднимется на наименьшую высоту над горизонтом, если речь идет о северном полушарии, в котором мы и проживаем. Момент солнцестояния ежегодно сдвигается, так как продолжительность солнечного года не совпадает с календарным. Для астрономов это начало зимы, хотя оптимисты, наоборот, вполне обоснованно считают, что со дня зимнего солнцестояния все медленно, но верно приближаются к лету. Ведь уже со следующего утра день начнет по чуть-чуть пребывать. Вместе с солнцем пусть пребывают у вас только хорошие новости. Удачной рабочей недели. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok